Книга пророка Исаии А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде, и будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех как бы ремнями колесничными, которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится, и придет в исполнение совет святаго Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так и стлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Сабаофа и презрели слово святаго Израилева. Зато возгорится гнев Господа народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах, и при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. Неверие иудеев Неверие иудеев было для них причиной зол, а неверие происходило от надменности. Сначала они имели больше, нежели язычники, именно получили закон, имели познание о Боге и прочее, о чем говорит Павел. Но по пришествии Христа, как скоро увидели, что как они, так и язычники по вере равночестно призываются ко спасению, и что в деле веры обрезанный не имеет никакого преимущества перед обращенным из язычников, тогда от гордости они перешли к зависти и не стерпели великого и неизреченного человеколюбия Господа. А это произошло в них не от чего-либо другого, как от высокомерия, злости и человеконенавистничества. Какой же вред вам, бессмысленнейшие из людей, принесло это попечение Господа, оказанное другим? Разве уменьшились ваши блага от того, что другие получили участие в них? Но поистине злость слепа, и ничего справедливого не может скоро понять. Терзаясь мыслью, что и другие будут иметь участие в тех же правах, они обратили меч на самих себя и лишили сами себя человеколюбия Божия. Но так требовала справедливость. Сказано, друг, я не обижаю тебя, я хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Но они не стоят и этих слов. Наемник, упоминаемый в Евангелии, хотя и досадовал, по крайней мере мог указать на свои труды в продолжении целого дня, на тяготу, зной и пот. Они же что могли бы сказать? Ничего такого. В них были только беспечность, невоздержанность и множество пороков, в которых постоянно обличали их все пророки, и которыми они, так же как и язычники, оскорбляли Бога. На это указывая, Павел и говорил, нет различия между Иудеем и Эллином, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром. Но этот предмет с пользой и весьма мудро излагает апостол в целой главе послания. А перед тем он еще показывает, что иудеи даже большего достойны наказания. Те, которые по закону согрешили, по закону осудятся. То есть суд более строгий, так как кроме природы они имеют обвинителем и закон. Да и не поэтому только, а и потому, что они были причиной ухуления Бога между язычниками. Ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Это особенно раздражало их. Так что и уверовавшим от обрезания казалось странным это обстоятельство, потому-то они и обвиняли Петра, когда он возвратился к ним из Кесарии, за то, что он входил в общение с людьми необрезанными и ел вместе с ними. Да и после того, как поняли предопределение Божие, они еще дивились, как дары Духа Святого излились и на язычников, этим изумлением выражая то, что они никогда не ожидали такой странности. Итак, зная, что это особенно уязвляло их, апостол все направляет к тому, чтобы уничтожить их гордость и подавить их слишком надменное высокомерие. И смотри, как это он делает. После рассуждения о язычниках, показав, что они не имеют никакого ни в чем оправдания, ни надежды на спасение, тщательно обличив также и превратное их учение, и нечистоту их жизни, он переносит слово свое на иудеев. Повторив все сказанное о них пророкам, что они и преступны, и коварны, и лукавы, и что все вообще не потребны, и ни один из них не взыскует Бога, но все уклонились, и тому подобное, апостол присовыкупляет. Мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Что же ты превозносишься, иудей? Что о себе много думаешь? Твои уста заграждены, твоя самоуверенность уничтожена, и ты вместе со всем миром подлежишь суду и, подобно другим, имеешь нужду в оправдании даром. И так, хотя бы ты был прав по закону и имел много дерзновения перед Богом, тебе не надлежало завидовать тем, которые могли быть помилованы и спасены человеколюбием Божиим. Крайне худо огорчаться благополучием других, и особенно, когда оно не соединено с ущербом для тебя. Если бы спасение других вредило твоему благополучию, ты имел бы основание огорчаться, хотя и это не свойственно человеку, научившемуся любомудрствовать. Но если ни казни других не умножают для тебя наград, ни благополучие не уменьшает их, то для чего ты сам себя терзаешь потому только, что другой спасается даром? Не надлежало тебе, как я сказал, раздражаться тем, что и язычникам благодатью даровано спасение, хотя бы ты сам был из людей, достойных одобрения. Но когда ты, будучи в том же повинен, как и язычник перед Господом, и навлекши на себя гнев его, еще досадуешь на чужое благополучие, и думаешь о себе так много, как будто ты один имеешь право на общение благодати, то ты подлежишь более чем все другие тяжким мучениям, не за зависть только и надменность, а и за крайнее безрассудство. Ты возрастил в себе корень всех зол, высокомерие, поэтому и один мудрый сказал начало греха — гордость, то есть корень, источник, мать. Так через нее и первозданный человек лишился блаженного состояния. Через нее и обольстивший его дьявол не спал с высоты своего достоинства. Это гнусное существо, узнав, что грех этот может низвергнуть из самих небес, избрало этот путь, чтобы лишить Адама столь великой чести. Надмив его обещанием равенства с Богом, он таким образом не спроверг и не зринул его в самую глубину ада. Подлинно ничто так не отчуждает от человека любия Божия и не подвергает огню гиенскому, как преобладание высокомерия. Когда оно в нас есть, то вся наша жизнь делается нечистой, хотя бы мы подвязались в целомудрии, девстве, постничестве, молитвах, милостыне и других добродетелях. Мерзость перед Господом всякий надменный сердцем, говорит Соломон. Итак, если хотим быть чистыми и свободными от наказания уготованного дьяволу, обуздаем в себе надменность Духа, отсечем высокомерие. А что гордым необходимо подвергнуться одному наказанию с дьяволом, послушай, что говорит об этом Павел. Епископ не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Что значит в осуждение? Значит, в то же наказание. Как же избежать этой беды? Избежим, если будем размышлять о своей природе, о множестве согрешений, о великости будущих мучений, о том, что все, кажущееся здесь блистательным, временно, ничем не лучше травы, и увядает скорее весенних цветов. Если часто будем возбуждать в себе такие мысли и приводить себе на память людей, совершивших великие подвиги, то дьявол не сможет легко надмить нас, сколько бы не усиливался, не сможет даже запнуть нас на первых шагах. Бог же, Бог смиренных, благий и милосердный, Сам додаст вам и нам сердце сокрушенное и смиренное. Таким образом, мы будем в состоянии легко совершить и все прочее во славу Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу и Святому Духу во веки веков. Аминь. Помилуй, мя Боже, повелица милости Твоей и по множеству щедроту их очисти беззаконие мое, наипаче мое имя от беззакония моего, от греха моего, очисти мя, яко беззаконие мое, а знаю и грех мое предо мною есть войну, тебе единому согреших и лукаво пред Тобой сотворих, яко доправдившися во слове всех твоих и победивши в них досудить идти, все бы в беззаконии зачат есть и во грех сих ради мя мати моя, все бы истину возлюбил и си безвестной и тайной о премудрости твоей я вел миссии окропившими и сопами очищуся а мышами и пачи снега убелюся слуху моему дайся радости веселье возрадуются кости смиренные отвратили цитвы от грех моих и вся беззаконие мое очисти сердце чисто созижди во мне Божий дух право обнови во утрубе моей не отвержи меня от лица твоего и духа твоего святого нет имя от меня воздашь мне радость спасения научу беззаконные путем твоими нечестивее к тебе обратятся избавим от крови Божия спасения моего возрадуется язык моей правде твоей господи уснем и отверзишь и устами раздестят хвалу твою яко аще бы восхотел и си жертвы дал бы хуба все сожжения неблаговолиши жертва богу дух сокрушен сердце сокрушенный смиренно бог не уничижит ублажей господи благоволения антоимсиона и досозиждут со стены иерусалимские тогда благоволейши жертву правды возношения и всесожигаемая тогда возложат на алтарь твой тельцы живые в помощи вышнего в крови бога небесного во дворица кричит господи весь заступник мой и си прибежище мой бог мой и уповай на него яко то избавят от сети ловчей и от слави семя тежно плечма своем осенит тебя и под крыльей его надея шися оружием обытит тебя истинно его не убоившись от страха ночного от стрелы летящие во дни от вещи во тьме приходящие от срящей бесополуденного подет от страны твоя тысяща и тьма одесную тебе к тебе же не приближится оба чайма твоим осмотришь и воздаяние грешников узреши яко ты господи упование мое вышнего положилось и прибежище твоим не придет к тебе зло и рано не приближится те лиси твоему яко ангелам своим заповесть о тебе сохраните тебя во всех путях твоих на руках возму тяда никогда преткнешь оками ногу твою на спидой василиска наступишь и поперешь и льва и змея яко наме упова и избавлю и покрыю и яко позна имя мое воззывет ко мне и услышу его с ним есть скорби изму его и прославлю его долго тою дни исполню его воздвигу охочи мои в горы отнюдь уже приедет помощь моя помощь моя от Господа сотворшего неба и землю не дашь во смятение ноги твоей яниже воздремлет храня тебя сене воздремлет ниже уснет храня Израиля Господь сохранит тебя Господь покров твой на руку десную твою во дни солнце не ожет тебе ниже луна ночью Господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твой Господь Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века Господи вседержителю слове пребезначального отца самосовершенный божий иисусе христе милосердие ради бесприкладного милости твоей я никак уже разлучаюсь от твоих рабов но признав них почивая не оставим я раба твоего все святые царю но дашь мне недостойному радования спасения твоего и просвети мой ум светом познания евангелия твоего душу мою любовью креста твоего обяжи тело же мое твоим бесстрастием украси мысли умери инозимые сохраняя поползновения и не погуби месо беззаконий моими благи Господи но искуси мя Боже и в разуме сердце мое испытай мя и уверь стези мая и верь ащи путь беззакония во мне и отврати от него и настави на путь вечен ты боишься путь и истина и живот и тебе славу высылаю с обезначальным твоим отцем и пресвятым и благим и животворящим духом ныне и пресно и во веки веков аминь не сподоби нас влады бог содержание неосуждено смейте призывать и тебе небесного бога бога и глагол и бога prevalent и живи истинно небесе расцветится имя Твое да прийдется смеет мое да будет мое Твое на небес и на земле и так что суш ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.